Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 93. Мы насчитываем толкование, Новый Завет с толкованием Блаженного Фефилакта и с комментариями. Вот, это нами изданный трехтомник, впервые за 2000 лет. Хватает вместе, берет с собой и толкование на откровение. Показать с закладками и 240 и здесь иллюстрации, сами раскрашивали. Лучший иллюстратор Библии, Гестав Даре, вот как он выглядит теперь. Пока еще есть возможность достать, но это все кончается уже. Так, считает Никита Колесников. Первое послание к Тимофею 5.19. Обвинение на пресс-фитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Толкование Фефилакта. Неужели на молодого должно принимать обвинение, а на другого, как у кого-либо нет? Напротив, апостол как бы так говорит, ни на кого, а особенно на пресс-фитера. Не сказал, не обвиняй, но даже совсем не принимай обвинение. Ибо по самому возрасту они погрешают меньше юношей. Пресс-фитером апостол называет здесь человека, достигшего старости. Так как многие обвиняются по подозрению, то по древнему закону должно говорить, чтобы были свидетели, обличающие виновного. Но что если они солгут? Это редко случается, и на суде это может быть обнаружено. Хорошо бы иметь по крайней мере двух свидетелей, потому что грехи согрешаются тайно. А что если грехи будут явны? Свидетелей же не будет, а будет, а только худое мнение. Об этом выше апостол сказал, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. 1 Тимофея 3.7 1 Тимофея 5.20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Толкование. То есть тех, которые упорствуют в грехе, и которых найдешь по тщательным исследовании, обличай сильно и строго, не для удовлетворения своему гневу, но чтобы прочие страхом разумлялись. Ибо епископу должно быть и страшным, ибо как бывает вредно осуждать необдуманно, так гибельно и не обличать виновных, потому что через это распространяется греховная болезнь на многих. Как же Господь сказал в Евангелии, если же согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его между тобою и им одним. Матфей 18.15 Но Господь же повелевает и обличать пред обществом упорствующего во грехе. Итак, что же? Не произведет ли обличение перед обществом соблазна? Напротив, больше бывает соблазна, когда не обличают всем известного грешника. Видишь, как надо понимать, это место очень важное. Поэтому и Бог, выставляя как бы на вид наказал фараона, исход, глава 14, навуходоносора, Даниила, глава 4, и многих других, с целью вразумить живущих на земле людей. 1 Тимофей 5.21 Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 2 Тимофея 5.21 Сказав о многом выше приведенных словах, теперь начинает говорить в суде и при этом весьма страшно заклиная Тимофея. Он не постыдился даже и Тимофея охранить таким увещанием. Ибо если о себе сказал, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, 2 Коринфянам 9.27, то тем более не постыдился сказать сие о Тимофее. 2 Тимофей 6.21 И Иаков берет во свидетели Бога их холм, и Моисей говорит, свидетельствуй с небом и землею. 2 Таразакония 4.26 Ибо так милостив к нам Бог, что принимает и рабов, приводимых вместе с ним во свидетели. Избранными же ангелов называл потому, что и демоны ангелы, но отверженные. Будь ровен к тем, о коих идет суд, чтобы не было предварительного решения, то есть, чтобы никто не предубедил тебя и наперед, привлекая тебя к себе, не расположил тебя, произнести суд и постановить решение. 3 Тимофея 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. Апостол дошел и до главнейшего, чем преимущественно держится церковь, то есть, до хератонии, и говорит, не возлагай поспешно. То есть, не по первым и не по третьим испытаниям, но неоднократно и тщательно исследовав, так как это дело небезопасно. А каким образом? Так как ты виновник того, что совершит он в будущем, то поэтому ты становишься участником как благих его дел, так и греховных. Но ты виновен и за прежние его грехи, потому что призрел их и сделал тему светом, а не дал ему оплакать их и прийти в состояние сокрушения. Храни себя чистым. Здесь и целомудрий дает ему урок. 1 Тимофея 5.23 Предпей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Толкование. Как любят вот это место. Никакого желудка. Говорят, ты не лечишь, а у тебя наоборот недуг от этого вина уже. Видишь ли, что имея столько недугов, Тимофей еще истощал себя употреблением воды. Научись же и ты не огорчаться, когда кто-нибудь дает наставление относительно воздержания, ибо и Тимофею, который столько времени употреблял воду, так что часто стал подвергаться недугам. Павел дает заповедь о воздержании, и не просто сказал, употребляй вино, но ограничил сие употребление, прибавил немного. Для здоровья, говорит, а не для удовольствия. Ибо юность горяча, и от вина скоро приходит в движение. Почему же не исцелил его Павел, который платками своими воскрешал мертвых? Деяние 19.12 Чтобы мы, когда и теперь видим святых людей, подверженных недугам, не соблазнялись и не думали, будто древние выше нашего естества, но верили, что и они люди, подобные нам. Наконец, чтобы и сам Тимофей не возгордился своей добродетелью. Об этом простране сказано у святого Иоанна Златоуста. В начале так называемой книги проповедей о статуях. Но кажется, Тимофей от природы был болезненный человек. Подвергался недугам, не желудка только, но и других частей. Поэтому апостол и прибавил. И частых твоих недугов. 1 Тимофей 5.24 Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются в последствии толкования. Так как апостол, рассуждая о хиротении, сказал, не делайся участником в чужих грехах, то справедливо Тимофей мог так возразить. Но что же я буду делать, если я не знаю? Отвечай на это. Апостол говорит, некоторые грешат явно и открыто, что приводит их на суд. То есть вследствие этого их уже осуждают, и презрение к ним идет впереди их, о чем уже знаешь и ты. Грехи же других людей не вдруг делаются явными, но ты можешь открыть их при расследовании. На это он намекает выражением впоследствии. Таким образом, тебе надлежит остерегаться и их при рукоположении. Или же, хотя они и укроются здесь, то ты рукоположишь их, не имея против них совершенно никакого обвинения. Но там они не укроются. Ибо дела не уничтожаются с жизнью, а идут позади их. Василий Великий и так объяснил это место в новой самостоятельной главе, не относящейся к рассуждению хиротонии. Например, кто-нибудь ведет блудную жизнь или ворует. Того такой грех наперед ведет к осуждению, привлекая только его одного. Если же кто учит дурному и устроит школу, ведущуюся гибельной мудростью, такой грех продолжает твориться и без него. Он не прекращается с его смертью, но остаются и после него наследники заразы, каковы языческие мудрецы и все вообще писавшие против церковного учения. Они дадут ответ не только за то, что сами заблуждались, но и за то, что послужили причиной заблуждения для других, их последователей. 1 Тимофей 5.25 Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Толкование. Величайшее утешение для праведных заключается в том, что добрые и недобрые дела бывают и здесь известны, но особенно там, где все обнажено. 1 Тимофей 6.1 1 Тимофей 6.2 То есть верующие не могут участвовать в Майдане, не могут участвовать в революции никакой, в мятеже. Об этом он как раз и говорит. 1 Тимофей 6.3 1 Тимофей 6.3 2 Тимофей 6.3 2 Тимофей 6.3 2 Тимофей 6.3 3 Тимофей 6.3 1 Тимофей 6.3 3 Тимофей 6.4 1 Тимофей 6.4 Для больной души то же, что воспаление при телесной ране. Итак, если он не возгордился бы, то приятнел бы учение Господа, который умолил себя, умыл ноги ученикам и сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Матфея 11, 29. Он назвал блаженными нищих духом. Матфея 5, 3. Он вывел мытаря оправданным за смиренномудрие. Лука 18, 15. Кто этого не принимает и не знает, тот, несомненно, гордится. 1 Тимофея 6, 4. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречия, луковые подозрения, толкования. Итак, состязание есть болезнь. То есть спорить, вот это спорить. Не знаю спорить, это болезнь. Болезнь духовная. Прислушайся, Павел Кокуча. Так он неверующий, господин. Не имеет значения. Тем более ты должен к нему быть ласковый. Нет. А ты тогда подлизываешься, начинает тебя всячески унижать. Чего ты под него подстилаешься? Ну, он господин, он начальник. Итак, состязание есть болезнь. Ибо где нет веры, там все больно. Там только разыграется война словесная и больше ничего. Вот и все. Причем более искусный в прениях напрягается неизвернуть другого. Вера есть око. Не имеющий очей ничего не находит, а только ищет. То есть от состязаний рождаются вредные догматы. Когда мы предаемся состязаниям, начинаем богохульствовать и думать о Боге, то, чего не следует. 1 Тимофея 6.5 О Боге написано, простер руку. Ну, написано. Ну, что, что написано? Да, смысл, у Бога нет руки. Ну, как нет написано, рука, ну, ты все уже спорить. Что говорить? Отойди, он болен. Непрерывно и везде они будут выискивать еще-то. Почему? Знаний никаких. Понятия нету, веры нету, ничего здесь и нету. Только, оказывается, пшик один. Если Бог сказал, это не означает, что именно так оно есть. Ты поправку-то делай на это. Когда Господь говорит человеку что-то о себе, ты должен это понимать в возвышенном тоне. Говорит Господь. Где Он говорит? Каким образом? Словом, которое есть. А ты голоса услышал? Нет, не слышал. У Евы это подробно все описано. Вперед. 1 Тимофея 6.5 Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Для прибытка. Вот везде все это сделали, это то-то, программа такая-то, это все для денег, это для того. Вот оно прямо здесь. 1 Тимофея 6.5 Человек прямо в это влипает, если так думает. Почему? Поврежденный ум. Будто благочестие служит для прибытка. Верующие там говорили, а никого нет, авторитетов никаких нет. Да разве можно так жить? Проходит день, два, год, десять, встречаемся, только хуже, деградирует и деградирует. Ну, маленько смирись. Посмотри, как это делается. Я сколько раз тут встречался, дальше начинается ни с чем. Бояться, как огня снимать все. Мы зашли тут, только чахнули. Да там было... Что у тебя здесь ворованное? Почему? Оказывается, христианин ворует. Вот он боится, что его увидят, там у него ворованное где-то, или богатство какое-то. По полям ездят, чтобы продали. То есть не хозяин сам, а ему продали подешевле. У нас было это дело. Захватили и отрубили сразу. И сказали, если хоть ворованное будет замечено, сразу же сообщаем в милицию, полицию. И на этом конец. Все прекратили это. Вор воровит издалека. Они друг к другу в гости ходят, выпивают. И как-никак вымелись. Толкование. Переливанием из пустого порожня обыкновенно назывались досужие разговоры. Или потому, что как паршивые овцы, когда трутся между здоровыми, заражают их своей болезнью. Так и инакоучащие трутся беседами своими с другими и расслевают их. Вот так. А ничего особенного. Имеет ли это дело к спасению? Имеет. Это зараза. Ты трешься от другого и другого заражаешь этим. Ну, войди в общую колею. Он Бог Христос. Исследовать больше нечего. Он единого святой Троицы. Они вначале тереться, а теперь общество свидетелей Его. Лжесвидетели. А если бы среди святых-то были, они придумали теперь свои у них есть. Святые. Видишь ли, что славопрение рождает постыдную корысть, и справедливо, ибо эти спорщики, привлекая к себе большее число учеников, пользуются ими, и все больше и больше подвизаются в спорах, чтобы все более и более их привлечь к себе. Видишь как, они привлевают в спорах. То понимают так, это понимают так, и найдут кого-то, которые поддерживают их. Обязательно найдутся. Дьявол подсунет тебе. А ты смотри, как слово Божие учит. Не сказал, схватывайся с ними и борись, но удаляйся. То есть после первого и второго вразумления. Титу 3.10. Ибо тех, которые бьются из-за прибыли и денег, когда и чем можно убедить? Поэтому удаляйся от тех людей, которые неисправимы. Удаляйся. Их нельзя исправить. Ничего уже нельзя сделать. Ну смотри, вот. Када Ари. Третий век. Четвертый. Ну кажется, все. Нет учения. И вдруг раз, это учение вылазит в так называемые свидетели Иеговы. Через тысячу лет сатана где-то берег, берег, берег и наконец и теперь распространяется как. Вот даже этот говорит, ну у нас мало тут верующих. Но и в Германии, и куда ни поедете, там они везде. Везде. То есть почему? Зараза. Зараза быстро распространяется. А то, что ты здоровый, твое здоровье ни на кого не распространяется. Ты можешь только указывать, как от заразы лечиться. А как? Устраняйся. Ну я ходил к ним. Зачем же ты ходил-то? Вот мне уже не один звонит. Я хожу к ним, не знаю, как ответят там баптисты. Да зачем ты к ним идешь-то? Считай святых отцов. Паршивые овца. 1 Тимофея 6.6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Толкование. Те спорщики, говорит, не почитают приобретение быть благочестивым. Но и в благочестии есть приобретение. Только не такое, как те полагают, а гораздо высшее. В нем приобретение не тогда, когда имеешь, а когда не имеешь, ибо оно научает довольству. А довольство есть великое и прочное богатство. Посему пусть не унывают благочестивые, как неимущие. 1 Тимофея 6.7 Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Толкование. Апостол показывает, что приобретение, каком истребляться те, не имеет никакого значения, ибо оно остается здесь и не сопутствует нам туда. Поэтому, что нужды нам до лишнего, если мы ничего не понесем с собой туда? 1 Тимофея 6.8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Толкование. Он определяет здесь, в чем должно полагать удовольство и говорит в том, чтобы иметь столько, сколько достаточно только для пропитания, а не для наслаждения. Следует одеваться тем, что защищает тело, а это исполнить может и простая одежда. То есть простая одежда, простая, и дай будь доволен, не ропщи. 1 Тимофея 6.9 А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Толкование. Апостол убеждает доказательством, взятым из этого мира. Я не касаюсь, говорит, будущего, но посмотрите на то, что здесь происходит. Не сказал богатеющий, но желающий обогащаться, ибо может всякий, даже имея богатство, хорошо распоряжаться им, потому что презирать его и раздавать бедным не есть дело хотящих обогащаться. Впадает в искушение не в сеть, так как погрешают против веры и опасностями окружены, бывает из-за богатства и всех боятся. Разве в самом деле не бессмысленно кормить обезьян и кошек, в своих дворцах запирать диких зверей и рыб, украшать лошадей золотом, поднимать воду на кровлю, любоваться блестящими зеркальными полами в доме. это бессмысленно и вредно. Вредно душевному благу и устречает благочувственное. А многие погибали от того, что добивались незаконной власти. Так что подняться наверх, остановиться для них невозможно. Понятно. Он не может остановиться. Ему говоришь, что нет, нет. Бесполезно. Остановиться невозможно. То есть начинает высокоупствовать человек. Разумеется, как сказано, и здешняя погибель, и будущее. То есть это погибель. 1 Тимофея 6.10 Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Толкование. Не щадит он живых, не щадит и мертвых, но и их грабит, восстает на родителей и братьев, и Божие достояние святотат ценно крадет. Изгони сребролюбие, и не будет ни войн, ни вражды, ни блуда, ибо блудница из-за денег отдает себя непотребству. Сребролюбие, приковывая к себе все внимание человека, не позволяет ему увидеть путь истины, ибо как сребролюбец будет веровать Евангелию, водящему нищету, невозможно это, еще в этой жизни они пригвоздили себя. В самом деле, сколько испытывают они огорчений, сколько плачут, и прекрасно сказано, подвергли по-славянски пригвоздоша, пригвоздиша, ибо заботы о богатстве подобны терновнику, как и сказал Господь. Матфея 13,22 Откуда кто не прикоснется к нему, до крови уязвляет себе руки, причиняет себе раны и болезни. 1 Тимофея 6,11 Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде благочестии, в вере, любви, терпении, кротости, толковании, великое достоинство. Правда, все люди Божии, но преимущественно праведные, не по той причине только, что не создание Божие, но и по причине своей близости к Богу. Если ты человек Божий, то не ищи того, что отвращает от Бога. Но что? То и другое делай с напряженным усердием. Не сказал отступи и приступи, но убегай сего и преуспевай в правде, чтобы никого не ограбить, как делают хотящие обогатиться. Благочестии разумеют догматы в вере, которые не допускают исследования любви, то есть в правильном образе жизни, ибо основанием его служит любовь. От любви происходит терпение и кротость, ибо любовь все переносит и долго терпит. 1 Тимофей 6, 12 Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, в которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Толкование То есть за веру стой непоколебимо и непобедимо силой слова и безукоризненной жизни. Вот и высокая награда за подвиг, это вечная жизнь, ибо к надежде на вечную жизнь ты призван. Здесь апостол хвалит его дерзновение и мужество, как исповедовавшего Христа среди опасностей. Или говорит об исповедании, бывающем при крещении, когда мы исповедуем, что отрицаемся от сатаны и сочетаемся к Христу. Обрати внимание, что требуется не одно только исповедание, но и терпение, чтобы все время оставаться верным своему исповеданию, чтобы не отступить от него даже во время сильного нагонения. 1 Тимофея 6.13 пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещиваю тебе, полкование. Умножая страх и делая ученика более непоколебимым, он призывает вас свидетели Бога, показывая, что это не человеческие завещания, с той целью, чтобы, имея всегда в мысли, он воспоминанием об этом приводил в сотрясение свою душу. Все животворящим здесь содержится ободрение среди опасностей и воспоминания о воскресении, как бы так говорит апостол, не бойся смерти, ибо ты раб Бога, который может все животворить и пред Христом Иисусом засвидетельствовавшим. Еще от примера Учителя берет наставление, как он свидетельствовал, так и мы должны подражать ему, будучи вопрошен от Пилата, итак, ты царь? Он отвечал, я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Иоанна 18, 37 и многое другое он засвидетельствовал и исповедал. 1 Тимофея 6, 14 Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа толкования, то есть, чтобы ни в догматах, ни в жизни ты ничем не пятнал себя, то есть, до твоей кончины, до исхода. Впрочем, не сказал так, но сказал даже до явления, чтобы больше ободрить его, напомнив о страшной анонной славе. 1 Тимофея 6, 15 Которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих толкования. То есть, в приличное предопределенное время, поэтому не печалься, что оно еще не наступило. И это апостол говорит для утешения, чтобы Тимофей не смотрел на кажущиеся блажительными здешние блага, но к тому единому прилеплял взоры, которые есть в само блаженство, в ком нет ни печали, ни воздыхания, чтобы не боялся земных каких-либо властителей и царей. Вместе с тем он приготовляет его к тому, что откроет его пришествие. Ибо он единый сильный. Все это сказано о Сыне, а слово единый апостол употребил для противопоставления его людям или ложным богам, но не по отношению к другим лицам Пресвятой Троицы. Все. Заметье, чтобы сразу находить. Я не слушаю тебя.